В холле главного входа в музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве посетители встречают шесть необычных работ. Это репродукции картин из собрания музея, выполненные в виде барельефа. Для слепых и слабовидящих России это редкая возможность познакомиться с миром живописного искусства. Для людей с особенностями зрения выставляют скульптуру, декоративно-прикладное искусство, фрагменты архитектуры. Но живопись остается за пределами этих программ, поскольку тактильно ее постичь не всегда можно. Дотронуться до нее нельзя. Это губительно для шедевров живописных. Среди первых посетителей – Сергей Ваньшин. Мужчина начал терять зрение еще в пять лет. Сергей знакомится с картиной Сандра Боттичелли «Благовещение». Лик Мадонны кажется знакомым. В нем угадываются черты Симонеты Веспуччи, главной музой Боттичелли, ставшей моделью для картины «Рождение Венеры». Для незрячего человека важно все то же самое, что для любого другого. Поэтому мы хотим видеть кино, телевидение, ходить в театр, в цирк, во все музеи, включая художественные. И мы хотим тоже сформировать свое представление и информационное, и даже эстетическое. об этих вот произведениях живописи. Радуются возможности прикоснуться к музейным полотнам и семилетняя Валя, у которой проблем со зрением нет. Можно по-своему представить, но уже контуры есть. Прям щупаешь, что можно потрогать и как-нибудь, и как в 3D. В России проблемы со зрением имеет каждый второй житель. При этом только по официальным данным, в стране живет около 300 тысяч слепых и слабовидящих. Выставка в Москве продлится до середины февраля, после чего отправится в Екатеринбург.